Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова подготовили уникальную выставку в Краеведческом музее. Молодые профессионалы. Анапские студенты примут участие в чемпионате мирового движения WorldSkills. На первой в этом году планерке в администрации города подвели итоги новогодних праздников и обсудили актуальные вопросы жизни Анапы. Провел совещание глава муниципального образования Сергей Сергеев. Первый заместитель главы города Анжелика Бузунова поблагодарила предприятие ЖКХ и ТЭК за то, что праздничные дни прошли без значительных происшествий. Мы прошли праздники без каких-то серьезных происшествий. Отключения на отдельных участках сети у нас, конечно, присутствовали, но, тем не менее, это было в течение получаса, были произведены переключения и каких-то серьезных аварий, слава богу, у нас не произошло. Поэтому всем службам, которые будут задействованы, спасибо за качественное проведение всех мероприятий и оперативной реализации. Перед управлением ЖКХ поставлена задача по ревизии всех просадок и разрытий на дорогах к исправлению выявленных недостатков, которые должны быть заактированы, привлекать подрядчиков и заказчиков с составлением графиков проведения работ. На ремонт сельских дорог в этом году, как и в прошедшем, выделена значительная сумма 53 миллиона рублей. Все улицы, на которых пройдут работы, должны быть согласованы с главами сельских администраций для скорейшего и окончательного формирования перечня. Нужно выбрать самое необходимое. Бюджет у нас 53 миллиона, такой же, как в прошлом году, на ремонт дорог в сельских округах. Поэтому в объеме том же, как в прошлом году, нужно отработать. Причем отработать нужно уже сейчас. У вас уже должен быть этот список. Но я видела у вас список на 50 миллионов. Вы еще на 3 миллиона отработайте и все. Глава города Сергей Сергеев подверг резкой критике работы управления ЖКХ, которая не проконтролировала своевременное начало дорожных работ. У нас плюс 16 градусов было на улице. Три дня назад. Плюс 16. Однако дороги мы начали делать сегодня. А зачем делать плюс 16? Можно в ноль делать. Вы посмотрите, во что вы город превратили. Во что вы превратили город? Ни одного разрытия открытым способом. Ни одного. А те, которые вы позволили, лично отвечаете за их ликвидацию. Сергей Сергеев подчеркнул, что все задачи, обозначенные губернатором на первой планерке в новом году, будут отработаны на совещаниях по всем 19 направлениям, намеченным губернатором. Открытие регионального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia Краснодарского края состоится в Анапском городском театре 16 января. За право представлять Кубань на национальном первенстве будут бороться и анапские студенты. Соревнование проводится по мировым стандартам движения WorldSkills, очень похожим на олимпийское. Оно возникло в конце 40-х годов. Задача повышать, с одной стороны, престиж рабочих профессий, а с другой – качество подготовки специалистов. Россия присоединилась к движению три года назад. Чемпионат сегодня – одно из самых престижных состязаний среди молодых специалистов, дающие возможность профессионального развития и роста. Наш город в направлении садово-парковое и ландшафтное строительство будут представлять участники из Анапского сельскохозяйственного техникума, которые впервые приняли участие в чемпионате профессионального мастерства весной прошлого года. Если эти соревнования для анапских спортсменов пройдут успешно, то в дальнейшем они выступят на национальном первенстве в Краснодаре в мае этого года. Первый заместитель главы Анапы Анжелика Базунова провела очередную встречу с общественниками курорта. Коммунальные проблемы обозначили представителям власти жителями края на Южный рынок. Большинство домов в этом районе – 70-х, 80-х годов прошлого века. Отсюда и проблемы. Председатель ТОС-19 Лина Уфимцева озвучила несколько проблемных моментов. В первую очередь разбитая внутридворовая территория. Как рассказала общественник Анжелика Базунова, территория вошла в муниципальную программу и в этом году будет отремонтирована. Также общественники предложили ограничить движение на дворовой территории. Очень проблемный вопрос последних месяцев – оплата отопления. В доме по улице Лермонтова, 119, прибор учета сняли месяц назад. И теперь жители волнуются, как будет начисляться оплата. Но представители управляющей компании «Коммунальщик» успокоили жильцов. После проверки прибор вернется на место, а оплата за период его отсутствия не повысится и будет начисляться по среднемесячным показаниям. Первый заместитель главы Анапы обратилась к коммунальщикам с просьбой не оставлять людей в неведении и все действия с приборами учета осуществлять только в присутствии общественников. Еще одна просьба общественности – установить детский городок, которого так не хватает в большом спальном массиве. Тем более для него есть уютный зеленый уголок. И этот вопрос Анжелика Бузунова пообещала решить в течение начавшегося года. Я вам не могу сказать конкретно по срокам, но это ориентировочно будет, наверное, июнь месяц. Установим. Спасибо. Татьяна Федякова, представитель дома номер 114 по улице Некрасова, рассказала, что в старом доме остро назрела необходимость капитального ремонта. И кровля, и подвал требуют срочного вмешательства специалистов. Как пояснили представители управления ЖКХ, в данном доме низкая собираемость средств – фонд капитального ремонта. Как только жильцы накопят необходимую сумму, дом будет включен в программу ремонта. В 2016 году в городе-курорте в программу капитального ремонта вошло 11 домов. Средства на эти цели собрали жители многоэтажа Канапы, собственники квартир. В 2017 году проходят экспертную оценку «21 дом». Новый год начинается с новых проектов. 2017 объявлен в России годом экологии. В рамках этого проекта сотрудники Анапского краеведческого музея вместе со специалистами заповедника Утриш открыли уникальную выставку, на которой были представлены редкие краснокнижные виды растений. Первыми гостями выставки стали школьники анапских учебных заведений. Сегодня Всероссийский день заповедников и национальных парков. Именно к этой дате приурочена выставка в краеведческом музее, которую представили сотрудники Государственного природного заповедника Утриш. Это своего рода огромный гербарий, в составе которого уникальные растения флоры анапского заказника. История создания коллекции весьма интересна. Заповеднику помогли экологи из Мурманской области. Студенты под руководством Михаила Кожина приехали к нам в мае 2016 года и собрали нам коллекцию растений по нашему списку. Мы выбрали самые уникальные, краснокнижные, редкие. К сожалению, погода не позволила высушить гербарий здесь, на месте. И им пришлось увезти его в Мурманскую область, в Кандалакшу. Там они его обработали специально, высушили, потому что мы, допустим, этого делать не умеем сами. Это такой серьезный научный труд. Перед Новым годом сотрудники заповедника получили экспонаты. В их числе третичные реликты, которые появились на земле более 62 миллионов лет назад. Кроме этого представлен ряд растений, растущих только на территории анапского заповедника. Всего здесь произрастает почти тысяча растений, 51 из которых занесено в Красную книгу. Экспозицию планируют расширить. Постоянное выставочное место она займет среди экспонатов Краеведческого музея, который уже много лет сотрудничает с заповедником Утриш. Сотрудничество постоянное, ежегодное. Проводим совместные конкурсы экологические с детьми. Они помогают в создании экспозиции нашего музея. Например, сегодняшняя выставка яркая этому свидетельства. Различные исследования научные. Они передают нам свою сувенирную продукцию, которую мы очень хорошо храним с годами. У нас представлены практически все материалы, которые вышли у них. Здесь же на выставке были награждены анапчане, которые победили во всероссийском конкурсе рисунков «Мир заповедной природы». Из двух тысяч работы со всей России только 86 вышли в финал. В число победителей вошли анапчанки, Маргарита Макашина из детской школы искусств номер 2 и студентка МПГУ Дарья Бойко. Я нашла хороший ракурс именно этой змейки. То есть я действительно брала и срисовывала с авторской какой-то фотографией на сайте Утреша. Ну и мне как-то ближе пал выбор на змею. Как-то в душе легче. Жители и гости города могут познакомиться с уникальной выставкой в Краеведческом музее Анапы по адресу Протапова-1. Также сотрудники заповедника Утреш планируют открыть подобную экспозицию в историческом музее Новороссийска. Открытие выставки состоится уже этой весной. В Анапе проходят полуфинальные игры первенства России по волейболу среди девушек 2002-2003 годов рождения. Восемь команд-участниц из разных регионов нашей страны приехали, чтобы побороться за путевки в финал российского чемпионата. Соперники играют по круговой системе, а занявшие первые четыре места поедут на финальные соревнования, которые пройдут в марте этого года. Все команды достойно представляют свои регионы, однако фаворитом с первых игр стали представительницы Краснодарского края. Пока у них нет ни одного поражения. Следующий соперник нашей сборной – команда из Татарстана. По словам наставника этой сборной, настрой у участниц команды на победу. Мы приехали в этот солнечный город Анапы. Нас встретили хорошо, разместили хорошо, с питанием проблем нет, очень хорошо кормят. Соперники на этих соревнованиях очень достойные. Несколько команд претендуют на выход в финал. Сегодня мы играем с командой города Липецк. Это, можно сказать, одна из решающих игр. Мы постараемся победить, чтобы выйти в следующий круг соревнований первенства России. Зал прекрасный, освещение хорошее. Судьи, компетентные. Конечно, Анапа достойна представлять. И не только полуфинал, но, я думаю, и финал России. Команда Краснодарского края – безоговорочный лидер этих соревнований. Очень достойная команда. Сильная во всех отношениях. И ростовые показатели. Все у них в идеальном состоянии. Но мы, я думаю, дадим им достойный отпор. Постараемся. Центр медицинской профилактики приглашает анапчан 13 января с 8 утра до 12 часов дня на день открытых дверей. Все желающие смогут получить экспресс-оценку состояния сердца на кардиовизоре, узнать индекс массы тела, сделать экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови. Кроме того, посетители центра получат возможность оценить функции дыхательной системы, получить консультацию офтальмолога и стоматолога. Врач-терапевт на основании результатов обследований сделает оценку наиболее вероятных факторов риска с учетом взрослых особенностей, составит индивидуальную программу формирования здорового образа жизни для каждого посетителя. Центр медицинской профилактики находится по адресу Анапа, улица Родникова, 4Б. Телефон 54487. Наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и желает в новом году анапчанам благополучия, мира и успеха. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...